Статистика, примеры и имена. Министр труда и социального развития Дагестана публично отчитал сотрудника ведомства за коррупционную деятельность, а также озвучил жалобы, поступающие в адрес работников от жителей республики. О том, как прошло семинар-совещание с участием правоохранительных органов и общественных организаций, где обсуждались вопросы противодействия коррупции, расскажет Патимат Ханапова. Не радовал сегодня слух собравшихся выступлений министра труда республики. Все потому, что отчет об итогах за прошлый год пестрил яркими примерами того, как иногда распоряжаются бюджетными деньгами совсем не по целевому назначению. Около 40 сотрудников ведомства привлечены к уголовной ответственности за коррупцию. Самые частые нарушения совершены при оформлении социальных выплат и решении кадровых вопросов. Это большое пятно на нашей ведомстве и позор для республики Дагестан. Не должно быть никакого снисхождения к этим лицам, которые запустили свои руки в карман малоимушек и инвалидов и детей. Глава ведомства дал понять. На этой печальной статистике история не закончена. Каждая жалоба, поступающая в адрес министерства, будет проходить обработку. С начала года уже рассмотрено 37 обращений. Некоторые запросы от граждан Абдурахман Махмудов зачитал прямо на совещании. Хочу зачитать несколько обращений граждан, которые, на мой взгляд, изложены информацией, заслуживающие внимания. Я это буду практиковать, я напоминаю всем руководителям подведомственных организаций, постоянно на ВКС и на других совещаниях. Ибо только прозрачность позволит нам решить многие вопросы, которые мы здесь обсуждаем. Не допускайте нарушений, которые мы будем озвучивать публично здесь. Сегодня, допустим, под лицом под ником Ясиан, комментируя публикацию на сайте Минтруда, официальный сайт наш, комментируя публикацию, задает следующий вопрос. Может ли студентка дневного отделения работать на полной ставке социального работника? Обратите, пожалуйста, внимание, социальный работник Пермагомедова Кистама является дочерью заведующей отделением Катисом города Махачкала Пермагомедова Асиат. Вся 11 человек на обслуживании левые люди, нуждающиеся в обслуживании нет. С центра по заявкам ни одного. Я предварительно уточнил, действительно, заведующим отделением Катисом работает Пермагомедова Асиат Магомедовна, и в том же Катисом работает Пермагомедова Кистама. Я хотел бы услышать заведующую отделением, она здесь присутствует, мы ее приглашали. Пожалуйста, есть? Не пришла. И вот директора Катисом Махачкала. Пожалуйста, прокомментируйтесь. Что вы, коллеги, слышали, в чем проблема? Это же элементы коррупции. Это элементы наличия конфликта интересов. А вы же принимали решение. Обратилась к заведующей отделением, что ее социальный работник уходит в декретный отпуск. И что все 11 человек, нуждающиеся, слепой, которому надо сопровождать поликлинику, и бабушки требуют, что они видят, что их социальный работник уходит. И требуют нового социального работника. И в эти же дни подошла заведующая Примагомедова Асия, которая проработала у нас 15 лет и попросила трудоустроить ее. Так она продолжает работать, не проработала, работает еще? Да, да, продолжает работать и попросила трудоустроить ее в дочке. Ну, так как это разные отделения. А как вы считаете, студентка дневного отделения сможет полноценно выполнять работу? В этот момент она утаила. Я не знала, что она является студенткой в автобиографии. Ну, значит, вам поручаю провести служебную проверку и по обоим принять каждое решение. Хорошо. Ну, а в отношении вас, которые приняли такое решение, мы отъедем в министерство. Совещание в таком формате министерство проводит впервые. Такую практику присутствующие оценили положительно. Вот такой вот формат, который сейчас задал министр заслушивания конкретных лиц, присутствии коллег. Назидательный характер, что он несет, что вот это публично при всех будет озвучено и спрошено с доложенных лиц министерства. Раньше, в советское время, я сам в суде работал в определенный период. Суды проводились, когда такое значимое дело было, резонансное дело, выходили в коллективы трудовые. И на предприятиях прям проводились суды в присутствии всего трудового коллектива, завода или предприятия. Вот такой формат, он как бы более дисциплинирует что ли сотрудников. Такой контроль особенно необходим, по словам экспертов, и ввиду того, что президент страны уделяет особое внимание в последние годы выплатам социальным. Только в одном – Дагестане в прошлом году. Более миллиона жителей республики получили различные виды госпособий, льгот и компенсации на общую сумму более 33 миллиардов рублей. Батимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.